Всем привет дорогие друзья и гости канала Сегодня мы с вами вновь в игре Фермер симулятор 15 на карте 1 российский край Это карта которую я сделал для этой игры Ну и сегодня у нас видите продолжаем играть, новый день 8.52 утра, как вы помните убрали мы поля которая 7, 6, 5 у нас была засеяна пшеницей также убрали до этого 13 поле с канолой и как видите у нас моргает спрос транспортной компании на как раз пшеницу которую мы убирали смотрите убрали мы в общем на 319 ну там 2000 было давайте говорить это на 317 тысяч литров и как видите у нас на транспортной компании спрос аж 1019 евро за тонну так что сейчас с вами отправимся туда возить нашу пшеницу ну и посмотрим сколько же получится по деньгам сейчас пешком дойдут тут в принципе не далеко машины все там просто прибегал сюда в контору заняться бумажной работой сейчас доберемся и уже тогда на Камазике отправимся отвезем первый рейс туда на транспортную компанию посмотрим что же получим по деньгам но в принципе так ясно если у нас вылазит 9000 в кузов и 9000 в прицеп я кстати купил прицеп для Камаза то в принципе это будет 18000 если продать всю то достаточно большая сумма да там за 300000 евро как раз может быть купим потом себе силосный комбайн подберем всю солому которая у нас здесь лежит на поле номер 7 кстати комбайны загнал в ангары сейчас пройдем покажу там жадки лежат все как положено чтобы они у нас под дождем не мокли здесь проходит сейчас техническое обслуживание смазку мужики тут работают с ними тут видите инструмент все как положено это обогреватель вот инструмент лежит тут плакаты в общем ребята работают так ну а мы идем дальше там стоит наш Камаз Зилом мы сейчас сначала на Камазе прокатимся а потом тогда наймем кого-нибудь из мужиков работать на Зилы на Камаз ну как не наймем попросим прицепы здесь лежат жадки лежат все короче на своих местах вот сейчас сядем в Камаз мы отправимся тогда лазить вот видите такой прицеп приобрел Камаз у нас грязный потому что работал прицеп чистый пока еще не успел запачкаться так ну правда ездить будем конечно же через поселок как бы не хорошо на грязном Камазе ну а что сделаешь так запускаем мотор так ну и приезжаем к загрузке так пшедница начать наполнение наверное накрывать тентами я не буду хотя в принципе можно нет погода хорошая солнечная я думаю лететь не должна видеть и так ниже бортов нагрузили так нагрузим вот ну и в общем отправляемся с вами на транспортную компанию разгружаться туда так ну все поехали контролируем по зеркалам ну какой длинный прицеп там сзади мотается вообще страсть так какой бы нам дорогой поехать здесь по грейдеру поедем да или поедем через ну как положено сейчас через поселок плыдем и там по дороге давайте наверное так и сделаем чтобы не ехать здесь хотя тут наверное ближе будет да ну давайте поедем вот здесь и там сейчас упремся в каком-нибудь трафиковую машину вы знаете как давайте сделать туда поедем здесь а оттуда туда круг сделаем и проедем по длинной дороге по хорошей ну хотя какая она хорошая там тоже асфальт кое где вздулся такие же бураки бугры кое где даже есть очень неплохие такие здоровые ямки а здесь в принципе смотрите достаточно мягко если особо не спешить не топить на полную катушку чтобы не потерять ни урожай ни прицеп не оторвать так сколько же тут соломы а ну вот надо сейчас будет сколько-то закатать в рулоны на эти втюки вот а сколько-то купим потом тогда силосный комбайн и силосным комбайном уже подберем ее насечку закатаем в силос потому что там силосная яма не до конца еще опустошена но у нас есть еще насилостная яма пустая так что будем возить обязательно в нее так приехали практически вот мы в поселке видите тут есть у нас трафик так никого тут пропустить но там еще далеко туда нам видите нельзя через центр ехать поэтому так вот околицы объезжаем богатенькие тут дома кстати наверное живут такие люди не бедные так а вот здесь аккуратнее здесь стадион школа здесь вот а там дальше детский сад чтобы нам просто никого тут не задавить а то вес у нас большой тормоза хреновые электросети смотрите у них тут стоят лазики служебные так как бы нам проехать ну да нам здесь ехать правильно мимо вокзала мимо хлебзавода так ну что может его погнать давайте мы его гоним все особо не спешит так все наверное обогнали я думаю поворачиваем ну вот мы приехали на транспортную компанию так только тут надо сейчас будет придумать как бы нам с прицепом большим заехать развернуться тут немножко не очень удобно расположено у них все видите тут как так давайте наверное заедем вот так вот разгрузим сейчас один здесь прицеп точнее не прицеп потом продвинуть дальше там еще разгрузимся так вот 9162 дали нам за 9000 литров оп аккуратно просто такие плиты здоровые так разгружаемся еще не разгружаемся а вот так так разгружаемся да с прицепом здесь не очень удобно заезжать так вот где тут тесновато короче как они вот эти фуры сюда заходили а может она тут уже давно стоит и не ездит скорее всего так разворачиваемся потихонечку мало тут места правда так мы возвращаемся на базу сейчас пройдем длинной дорожкой вот здесь поедем по асфальту она тут правда тоже не очень ровная там есть и ямы и вздывшийся асфальт тут ДРСУ находится заправка но нам заправляться не надо у нас еще 181 литр так вот здесь вот такая хреновая дорожка видите так трактор еще подпрыгивает так сплошная обгонять нельзя так а вот здесь вот большая яма давайте мы ее так объедем хотя надо было правильнее объехать по обочине так давайте мы ее тоже обгоним то за ним красить конечно будем долго здесь здесь наверное даже чуть-чуть побыстрее получается хотя если вот так вот со трафиком ехать 30 км в час то здесь будет дольше ехать чем через поселок той стороной так все сейчас поворачиваем на наш поселок Кирюшино мы едем загружаемся и будем в общем возить еще на продажу пшеницу пока есть большой спрос спрос еще продлится у нас 9 часов так что я думаю мы успеем вывести всю пшеницу которая у нас есть в складе хотя можно даже знаете не всю вывести а вывести 200 тысяч литров а остальное оставить на выполнение задания может быть кому-нибудь потребуется по заданию там сколько 75-85 тысяч литров обычно бывает вот так что выполним еще может быть задание если оно появится у нас такое задание так не нарушаем практически доехали до базы съемки большие заезжаем мы видим опять загружаться ну и опять же отправимся той же дорогой отвезем на команде попросим кого-нибудь сесть за баран кузела ну и так же отвезем урожай туда же на транспортную компанию на продажу так подъезжаем и загружаемся так ребята ну вот в общем отвезли на 160 тысяч сейчас я вам покажу вот видите продажу урожая на 160 1302 евро и в общем осталось у нас в хранилище 145 1870 литров пшеницы вот и видите цена упала поэтому не вижу смысла сейчас продавать именно ну уже по такой низкой цене мы лучше сейчас поедем мимо и посмотрим может быть где-то есть задание именно на доставку пшеницы ну а если нет такого задания то тогда ну пока больше не будем продавать сейчас в общем возвращаемся на базу и займемся еще чем-нибудь интересно блин как скорая пролетела неожиданно так в общем возвращаемся сейчас на базу здесь как раз сейчас будем проезжать мимо именно от этого плаката где у нас можно взять задание кому-то там помочь покосить администрации траву ну задание по прокосу в смысле так так вот здесь у нас сейчас вон он стоит плакатик этот так ну давайте мы машину здесь оставим да думаю никому она тут особо мешать не должна подходим и смотрим что у нас есть ну да у нас есть только прокос травы кстати осталось 7 минут трактор сенокосилка давайте выполним кстати да газон в районе принять все мы взяли это задание сейчас в общем вернемся домой возьмем трактор с косой и обязательно надо будет покосить так давайте ладно сейчас пока никого нету обгоним так там потому что по-моему берется задание на прокос выполняется только тогда когда ну подъезжаешь к ему выполнению то есть к точке но мы пока еще не взяли трактор с косой сейчас возьмем кстати можно сразу отправить не она будет долго ехать я хотел косой эту самоходную она будет очень долго ехать поэтому не вариант так кстати деньги достаточно большие так что можно будет купить все таки силосный комбайн чтобы собрать всю солому на силос а также ее закатаем в тюки так практически вернулись на базу здорово тут у нас конечно страшное так заезжаем давайте где-то здесь прям так брошу пока потом разберемся с этим камазом найдем куда его поставить сейчас же нам нужен трактор к которому мы можем прицепить косу давайте мы возьмем вот этот наш старенький мтз я вообще конечно планирую его поменять продать так едем прицеплять косу но пока ну как бы это не горит так скажем именно менять продавать этот трактор так сдаем назад так где у нас вон она лежит все так ребята ну и в общем отправляемся косить задание по прокосу травы точнее выполнять его так все выдвинулись в путь как видите точка у нас есть на карте вон там там стадион покосить надо в общем сейчас туда доберемся там уже тогда будем работать ребят просто сейчас снимать дорогу не вижу смысла мы только что сюда ехали на камазе по этой дороге в общем сейчас доберусь и там будем косить ну вот ребят практически добрались покосить нам надо тут стадион в общем две площадки какую-то наверное вот эту да вот эту площадку нам стадиона надо покосить сейчас мы быстренько ее сделаем так опускаем раскладываем так и включаем потом может быть сюда надо будет привинать прицеп подборщик так вот теперь задание время пошло сейчас быстренько попробую тебя косить ну чтобы подобрать потом эту траву так чтобы она тут у нас не пропадала так интересно большую площадь надо косить я думаю что да такую немаленькую да давайте вот так пойдем если что потом еще подкосим так давайте поставим трактор на ручной газ чтобы епотетей не жал педаль пускай он едет сам давай коси коси не останавливайся а то чуть-чуть видите прыгает на булгарках не хочет прокашивать вот пошло дело большая достаточно площадь не знаю сколько мы тут заработаем денежат успеем вообще ее прокосить может быть нам не дадут так скажем за нее ничего так может быть даже не ту площадь кашу может быть надо больше или меньше сейчас в общем посмотрим пока самое главное пройти по кругу потом если что подкосим где что не скосилось обязательно давай давай администрация попросил покосить видите а то тут травы все заросло детям играть хреново тут лучше надо было может быть триммером косить потому что тут смотреть сколько травы остается триммером она вся разлетелась нахрен и не оставалось бы то есть играть не мешало бы футбол или надо было все таки самоходную косу пригнать она бы нам валки сделала поудобнее правда я бы сюда ехать замотался на тракторе это 33 километров чат на кассета 20 кпс 5g который у нас не знаю дадут нам что-нибудь за прокос продолжаем косить выкрашивать здесь все их ребят в общем задание выполнено денег дали всего лишь ноль потому что я очень очень долго косил надо все-таки сюда будет пригонять или кпс 5g или что-то подобное ну другое что косить а такой косой конечно тут очень долго получается но зато хоть хорошее дело сделали да выкосили здесь траву надо ее кстати потом подобрать но все это мы сделаем уже в следующих сериях смотрите другие видео на моем канале всем удачи всем пока до новых